Да, вишня история про то, как 92-летняя старушка своей недвижимостью, сама того неведая, помогает дочке защищать недвижимость, которая уже продана другим владельцам, засияла новыми красками, когда выяснилось, что дама эта и ее группа поддержки – самые настоящие сектанты и фанатики. Помните, мы раз 500 рассказывали об аферистах и мошенниках, которые уверяют, что Союз Советских Социалистических Республик жив и законы его действуют, у них есть свой президент, министр обороны и внутренних дел, а кое-кого даже посадили, турма внутрь, как экстремиста за навязчивые попытки переподчинить себе, например, ФСБ и за реальную подготовку силовых, читай, террористических акций по захвату власти. Но, что характерно, деньги со своих адептов они берут исключительно в действующей валюте, недействительные с их точки зрения Российской Федерации. Советские рубли почему-то не считают за деньги граждане СССР. Одной из таких, с одной стороны, оболваненных, а с другой стороны, пытающихся срубить на этом бабла, оказалась и 56-летняя Татьяна Долгушина, который отказывается освободить квартиру в ЖК Московский на Московской 66, несмотря на решения судов и на то, что здесь давно уже прописаны другие люди и другие хозяева давно платят за них коммуналку, так как хата эта продана с торгов за долги по ипотечному кредиту. Его тупо не выплачивала гражданка, она же должник с подходящей фамилией Долгушина. А потому что кредитов, говорит она, не существует. Мы, говорит, это точно выяснили с экспертами. Ну а раз нет кредитов, то и платить по ним не надо. И заемщица перестала платить, продолжая жить в квартире, принадлежащей, по сути, банку. И главное ведь, когда кредит берешь, то он есть. Вот он эти деньги, вот она квартира, купленная на эти деньги, а потом бац, и кредита нет. Этот и другие первые прозвучали, когда в эту квартиру, после скандала с дверью, который снял и увез с собой новый собственник, предприниматель Борис Садчиков, пришла девушка-корреспондент Е1, которой гражданка Долгушина надавала интервью. Первое, что заметила коллега в квартире, за одеялом вместо двери, это висящая над постелью с 92-летней бабушкой, ветераном тыла, имперский флаг и красный флаг СССР. А также три здоровых мужика за столом с колбасой, которые, говорят, дежурят тут на всякий случай. Один из них похвастался паспортом СССР, полученным аж в 2018 году. Другой рассказал, что они уже повылавливали по стране, непонятно правда по СССР или по Российской Федерации, и предали суду, а это уж совсем страшно. Уже несколько таких черных риэлторов, имея в виду, очевидно, того самого предпринимателя Садчикова, который пусть и имеет репутацию довольно определенную, работая, так сказать, с рискованными активами типа этой хаты, но тем не менее совершенно законно, купившего ее на торгах, куда ее выставил банк, на том основании, что его заемщик не выплачивал ипотечный кредит. Гражданка Долгушина взяла его в Сберванке на 15 лет в 2017 году, а уже в 2018 году платить перестала, когда братья и сестры из секты СССР открыли ей глаза. Предприниматель Садчиков, кстати, именно так сразу и описывал ситуацию, мол, взяли ипотеку, оплатить и не собирались. Более того, жили у себя в Первоуральске вместе с престарелой мамой-ветераном, которая и сейчас в Первоуральске официально зарегистрирована у себя в квартире, а эти хоромы в новеньком ЖК на углу Московской Тольятти успешно сдавали квартирантам, ну а сами переехали сюда лишь накануне обострения конфликта, когда суды приняли решение об их выселении. Так и на них граждане СССР плевать хотели. И наплевали. У них же свой суд. Так вот, говорят, Народный суд СССР отменил те решения. Все? Чего им теперь бояться? Можно даже российских полицейских обливать кипятком прям с порога. Боже, блядь, мне втира! Что вообще, что ли? Ты что, ты не понимаешь? Что она к нам? Брата! Ты что вообще, что ли? Я не виноват! Это вот те, кто в одном веритете! Тем более, чего боятся дежурищими внутри, тремя богатырями советского образца. Еще из интересностей можно отметить, что гражданка 56 лет от роду, не работающая и уже давно ничего не предпринимающая, по части, например, пошива одежды, уверена, что она пребывает в пенсионном возрасте, но государство ей не платит пенсию из-за каких-то злых козней, с которыми она, конечно, разберется. Ну и, наконец, об истории самой этой квартиры. Владелицей ее Татьяна Долгушина стала еще в 2013 году, будучи пайщицей компании-застройщика «Уралэнергостройкомплекс-1», ныне банкрот. В том же 2013 году она закрыла свою фирму, которая до этого три года занималась пошивом одежды, поняв, что призвание ее вовсе не в тряпках, а в операциях с помощью друзей. Подруги, вместе с ней состоявшие в кооперативе «Русь», она эту квартиру продала, а потом выкупила обратно, но не за те деньги, что за нее получила, а за те, что взяла в Сбере в качестве ипотечного кредита, отдавать которые не собиралась. Итог операции. Деньги в размере стоимости квартиры на кармане, сама квартира в твоем распоряжении, можно селить квартирантов и еще с нее зарабатывать. Но тут все испортил банк. Она же четыре года писала ему, что кредитов не существует, что это установлено экспертами двух независимых компаний. Сбер подал в суд, и 3 ноября 2020 Верхнепышминский суд постановил продать с публичных торгов предмет залога, то бишь эту квартиру. И 23 июня прошлого года предприниматель Борис Садчиков купил ее на аукционе «Росимущество». На тот момент в ней были прописаны Татьяна Долгушина и ее дочь Полина, но никак не 92-летняя мать, появившаяся там из Пероуральска попозже и ясно для чего. Но, как вы уже слышали, последовало обращение в Народный суд СССР. Причем обращение было подписано не Долгушиной, а некой Иваевой Алевтиной Павловной. И Народный суд Союза Советских Социалистических Республик, который всяко поглавнее будет, он полностью легитимен и даже в ООН зарегистрирован, как говорит пациентка. Решение Верхнее Пышминского суда отменил. И это решение, говорит она, отправила главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Арестову, чтобы его люди почем зря не суетились. Ну а в другом мире, где все мы, сирые и убогие проживаем, тем временем в службе судебных приставов Свердловской области известили, что цитата «Исполнительное производство об освобождении жилого помещения возбуждено 8 апреля на основании исполнительного листа Верхесельского районного суда Екатеринбурга. Должник должным образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства». Конец всех цитат. Редактор субтитров А.Семкин